МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Бывший депутат Госдумы Олег Михеев прощается со статусом вечного подследственного уголовного дела о мошенничестве направлено в суд. На некоторых изначально широких улицах Волгограда не разъехаться, неубранный снег стал причиной резкого сужения дорог. В Дзержинском районе Волгограда в один день зафиксировано сразу три смерти, так или иначе связанных со злоупотреблением алкоголем. Участники скандального корпоративного празднования с дракой и стрельбой в кафе отказываются признавать, что это был корпоратив. Сегодня ночью новогодний корпоратив в Волгоградском кафе «Фьюжн» на улице Автомагистральной закончился стрельбой. Сначала, как водится, были тосты и танцы. Уходящий год провожали сразу несколько организаций. Потом дело дошло до конфликта и драки, и выстрелов. Пострелять из личного пистолета гроза вздумалась директору фирмы по реализации крепежных материалов. На месте конфликта прибывший наряд полиции задержал 33-летнего волгоградца, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел из своего зарегистрированного травматического пистолета несколько выстрелов. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Сейчас, помимо того, что он привлечен к административной ответственности за нарушение правил обращения с гражданским оружием, также проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть хулиганства. Полиция опросила почти всех участников громкого новогоднего корпоратива, но все они утверждали, что вечеринка вовсе не была корпоративной. Мало того, большинство из тех, кто бурно повеселился в кафе вчерашним вечером, заявили, что они безработные. В Дзержинском районе Волгограда за минувшие сутки зафиксировано сразу три смерти людей, злоупотреблявших алкоголем. Точные причины устанавливаются. Известно, что один из погибших покупал спиртное в магазине без лицензии. После иркутских событий в Волгограде и районах области продолжаются проверки торговых павильонов. Только за день изъято почти 3000 литров непищевой спиртосодержащей жидкости. Кстати, на ближайший месяц продажа подобной продукции в стране приостановлена. А врачи-наркологи напоминают, что если уж пить, то хотя бы качественный алкоголь. У нас, по крайней мере, ни разу не было факта отравления именно алкоголем, который люди покупали в специализированных магазинах и отделах. Я понимаю, что до людей больных, мои слова, может быть, ничего не значит. Но другим скажу, если, не дай бог, рядом с вами человек будет хотеть выпить что-то такое нелегальное, но в любом случае, конечно, надо предотвратить этот момент. В ближайшее время теперь уже бывший депутат Госдумы Олег Михеев предстанет перед судом. Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу. В статусе подследственного по делу о мошенничестве Олег Михеев пребывал в течение нескольких лет. По версии следствия, в 2007 году он изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности перед ним у Волгопромбанка. А через какое-то время организовал подачу в суд искового заявления о взыскании в свою пользу более 2 миллиардов рублей. Болгоградцы еще только готовятся отметить наступление Нового года, а компании по вывозу мусора уже озабочены тем, как вовремя вывезти все, что останется после праздников. Ранним утром 1 января 2017 года, который, кстати, объявлен годом экологии, в Волгограде на линии выйдут более 50 машин группы компании «Чистый город». Больше работы значительно становится после Нового года. Стараемся работать чисто, чтобы везде все чистые стоянки были. Ну, то есть на совесть стараемся убирать все. Весь уходящий год «Чистый город» планомерно шел к созданию новой системы сбора мусора. С нового 2017 года процесс станет более совершенным. Перед размещением на полигоне отходы будут проходить обязательную обработку на мусоросортировочных комплексах. Для нас очень год был такой знаменательный. У нас было большое обновление парка техники. Мы начали очень много больших грандиозных проектов, стройка полигонов, мусоросортировочных комплексов. Надеемся, что в 2017 году мы это все успешно, благополучно закончим. 2017 год для нас, вы знаете, это год экологии. Поэтому у нас большие грандиозные планы, чтобы сделать город Волгоград, город Волжский и всю нашу область более чистенькой, аккуратненькой. И подарить чистоту всем нашим жителям. В Волгограде многие улицы из-за не до конца убранного снега из широких превратились в узкие. Дорожные службы почему-то не позаботились о вывозе снежных сугробов. Например, на улицах Елецкая, Козловская и Тулака в последние дни образуются пробки из-за того, что машины не могут разъехаться. Меня не устраивают сугробы возле дороги. Сужается дорога, парковаться сложнее. Это влияет на безопасность движения, на внешний облик города. И вообще это, скажем так, я думаю, вопрос коммунальным службам нашего города, почему так плохо производится уборка. Сегодня съемочная группа высоты 102 проехала по нескольким улицам и убедилась, что кое-где снег лежит на проезжей части, даже там, где уборка не осложняется припаркованными машинами. Остается надеяться, что ситуация изменится в ближайшее время, пока не выпал новый снег. На этом все. До свидания.